Награды 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 Так Так Ворошилов Будённый Тимошенко Тухачевский А Пистолетов Было Вручено Только два Их получили Будённый И Каменев В 1924 Году Момент Образования СССР Во всех Союзных Республиках Существовал Свой Орден Красного Знамени Похожий На этот Но с Небольшими Местными Отличиями Был Объявлен Конкурс На новый Орден Красного Знамени И было 393 Участника в нем принимало, и почти 700 эскизы было представлено. Все эти эскизы, в общем-то, уступали основному ордену, который был в 1918 году изготовлен, и поэтому оставили его в прежнем виде, только надпись РСФСР заменили надпись СССР. Орден изготавливался, как я уже сказал, из серебра. В 1924 году также была идея восстановить практику награждения революционным оружием с орденом Красного Знамени, но такую шашку вручили только одному, командиру забайкальской группой войск Комкуру Вострецову. Когда началась Великой Отечественной войны, была выдвинута идея создать орден Красного Знамени с мечами для награждения участников вот этой Великой Отечественной войны. Но Сталин забраковал эту идею, и вместо этого были тогда изготовлены ордена Суворова, Кутузова и Александра Невского. Первым, кто получил орден Красного Знамени, это был впоследствии маршал Советского Союза Василий Константинович Брюхер в 1918 году за свой рейд по Урану в 1800 километров. Впоследствии нужно сказать, что после окончания гражданской войны орденом награждались в основном не за боевые заслуги, хотя, казалось бы, орден был боевым. То есть в 1924 году была награждена группа чекистов за разгром банды контрреволюционеров Савенкова. В 1925 году за перелет Москва-Пекин были награждены все участники этого перелета под руководством Академика Шмидта. И только в 1929 году за бои на КВЖД, то есть на Дальнем Востоке, была группа военных награждена уже. Массово награждать стали этим орденом уже впоследствии, когда началась гражданская война в Испании, впоследствии бои на озере Хасан реки Халкингол, и к началу Великой Отечественной войны. То есть орденом этим награждали уже в массовом порядке. Даже несколько воинских соединений были этим орденом награждены, да и не только воинские соединения. То есть нужно сказать, что этим орденом были награждены Крейсер, Аврора, бронепоезд номер 8, военная академия РКК в Петрограде, то есть впоследствии в Ленинграде. И в общем-то нужно сказать дальше, что даже такие крупные воинские образования, как целый военный округ в 1963 году впоследствии был награжден орденом Красного Знамени. И город Ленинград также им был награжден. Когда началась Великая Отечественная война, орденом стали награждать их в массовом порядке. Хотя орден Красного Знамени был командирским, имели случаи, примеры, когда младших по званию награждали этим орденом. В частности можно привести пример молодой партизан из Керчьи Володя Дубинин получил этот орден в 13 лет посмертно. Молодой матрос Константин Пахомов в 14 лет был награжден этим орденом дважды. Пионер из Киева Костик Равчук за спасение знамен 968-970 стрелковых полков был награжден этим орденом в 12 лет. Также этим орденом неоднократно награждались граждане иностранных государств, например, командир истребительного полка Нормандия Неман Пьер Пуаят. Целая иностранная дивизия, 1-я румынская добровольская стрелковая дивизия была награждена этим орденом. Впоследствии, как я уже сказал, после войны, даже еще, наверное, во время войны в 1944 году, в июне месяце, была введена практика награждения этим орденом за выслугу лет. То есть за 20 лет изупречные службы награждали одним орденом, а за 30 лет уже двумя орденами. Но эту практику отменили через 14 лет в 1958 году, хотя за это время, за эти 14 лет успели вручить 300 тысяч орденов, а за всю Великую Отечественную войну только 219 тысяч. То есть за юбилейных, то есть за выслугу лет этих орденов в истории было больше, чем за боевые заслуги. После Великой Отечественной войны опять же, награждения случались достаточно редко. Сначала это были за Корейскую войну и давление венгерского восстания. Впоследствии уже это были такие конфликты, как Вьетнамская война, война в Афганистане. И нужно сказать, что, как я уже сказал ранее, этим орденом могли награждаться неоднократно. Максимальное число награждений орденом Красной Знамени это 8. Именно этим 8 орденами был награжден герой Советского Союза, маршал авиации Иван Иванович Пстыга. Хотя нужно сказать, что ордена с цифрой 8 на щитке его не существует, поэтому и у него его тоже нет. У него максимальное число 7, а вот этот, который 8-й орден получил, он уже был без цифры. Вот такая краткая история этого ордена. Спасибо за внимание.